И вот Проксал сказал, «Инна гадилюмма тубталяфи кубурья» Поистине эта община испытывается в своих могилах. «Тума Ахбаль Алийн Абиваджи» И потом Проксал повернулся к нам лицом, «Факали сказал, «Таауадзу билляхи мин азабин нар» «У азабин кабр» «Прибегайте к Всевышнему Аллаху спонталя от наказания огня и от наказания могилы» «Вот таауадзу билляхи мин альфитан» «И прибегайте к Всевышнему Аллаху спонталя от всякого рода искушений или испытаний» Вот это явные какие-то испытания или же скрытые «Таауадзу билляхи мин фитнатид даджали» «Прибегайте к Всевышнему Аллаху спонталя от фитны даджала, от искушения даджалом» У нас будет отдельная глава Баракла Уфикума в этой книге, книга про фитны 654-я глава, хадис «Ананас ибнумаликан, Расулля и Салсам» «Ананас ибнумаликан рассказывал от посланника Аллаху Салсам» «Братья, кто-то скажет Баракла Уфикум» А, ладно, пока это... или ладно, будет, кстати, сказать Здесь пророк Салсам обратился, но есть некоторые хадисы, братья Здесь-то не было во время похорон Что пророк Салсам после похорон обратился к сподвижникам и что-то сказал И вот кто-то из братьев думает, что это является сунной Что после каждого похорон обращаться к людям с худбой Нет, пророк Салсам делает Баракла Уфикум редко очень И делал, если в этом была нужда И делал это, если в этом была нужда И не является сунной каждый раз, как мы кого-то похоронили Баракла Уфикум Обращаться к людям с худбой и так далее Там подобное, это неправильно Также не является сунной, мы с вами до этого говорили Читать Куран и так далее Максимум, если мы человека похоронили Баракла Уфикум Мы поворачиваемся в сторону Хибли Так, чтобы эта могила, которую мы похоронили И делаем дуазы этого человека Похоронено, чтобы Всевышний Аллах Сфанаталя Его укрепил Чтобы Всевышний Аллах Сфанаталя его укрепил При вопросе этих ангелов При вопросе этих ангелов